Здравствуйте, мои дорогие зрители! Прошлый мой стрит-стайл набрал хорошее количество просмотров. Спасибо вам большое за вашу активность. Конечно же, это мотивирует меня на создание новых подобных роликов. И я думаю, что сегодня я вас порадую. Будет очень много красоты. Ну и надо сказать, что мне, конечно, повезло. Я снимала у Большого театра. И, видимо, был какой-то модный спектакль. И, честно говоря, я не знаю, какой. Было много такой красивой, богато одетой публики. Иногда бывает, знаете, какой-то спектакль, где много пенсионеров, скажем так. Здесь же прям звездопад коктейльных, даже вечерних платьев и, конечно же, шпиля. Я надеюсь, здесь не даются те, кто скажет, что москвички не ходят на каблуках. Я все-таки надеюсь, что в театр они хотя бы не надевают каблуки. А это, конечно, не театр, но это очень любо моей душе. Это такой расслабленный стиль. Лен, большой фальшивый шофер. Конечно, это не подходит моей драматической внешности. Хотя я подхожу. Драматик натурал. Это типирование Киби Ларсон. Ну, в душе я чистый натурал. Пожалуйста, не просите меня, чтобы я вам здесь все это рассказала. А уж тем более в комментариях написала. Погуглите. Очень много информации. Здесь, посмотрите, какой топ. Вообще элементарный. Это, мне кажется, просто прямоугольный кусок ткани. Трешит. Господи, как же это называется? Лямкам. Очень интересно смотрится. И, главное, мне кажется, это какой-то шить. Отлично комбинируется с широкими, бесформенными, я бы сказала, джинсами. И это тоже такой натуральский комплект. Но джинсами идет в театр. Я думаю, что многие из вас этого не поймут. Мне часто пишут, что возле Большого театра, у фонтана фотографируются только приезжие, туристы. Но в данном случае я, наверное, не стану спорить. Мне кажется, этот мужчина иностранец. Российские мужчины как-то не очень так одеваются. Шляпа. Посмотрите, как эффектно смотрится бахрома. Но вы просто представьте наметку, что ее нет. Конечно бы платье потеряла. Но все равно осталось бы эффектным, особенно на такой фигуре со шпильками. Но, тем не менее, здесь прям тоже вау. Жакет, расшитый золотом. Какой-то бархат с прозрачными вставками. Широкий пояс с золотой пряжкой. Дама посередине, кстати, похожа на Людмилу Путина. Ну, реально, точно она. Я думаю, что она просто по улицам не ходит. Что-то они прошли мимо театра. Ну, а здесь я даже не знаю, что комментировать. Мне кажется, можно просто помолчать. И так все прекрасно видно. Высокая, стройная. С открытой спиной. Очень интересное решение с черной шнуровкой. Правда, впереди еще что-то черное. Какой-то шнурочек. И цвета поддерживается черным носочком на мюлях. Здесь, собственно, тоже можно не комментировать. Но скажите же, я вас не обманула. Поэтому я считаю, что я выслужила лайк, какой-то ваш комментарий и прочую активность. Можно просто смайлик. И я буквально на этой неделе ходила в консерваторию. Показывала оттуда фотографии и короткое видео у себя в телеграме. Так вот, даже в консерватории сейчас много хорошо одетых девушек, женщин. Ну, потому что летом, конечно, гораздо проще одеться нарядней, надеть платье, и ты уже королевна. Зимой, ну, согласитесь, с этим сложнее. Здесь и обувь можно любую надеть. А я была только тёплые сапоги. Еще одна компания собралась в театр. Согласились хорошо мужчинам. Надел черную футболку, черные брюки. Сделал модную стрижку. Правда, еще хорошая фигура должна быть. И ты уже красавец. Ну, посмотрите, какая принцесса. Как нарядно все-таки в этот раз были одеты дамы. Ну, вот спутник, кстати, тоже не подкачал. А вот в консерватории, где я была в прошлый раз, там девушки, конечно, хорошо были одеты, а спутники их прям, ну, так, не очень. Девушкам и женщинам, в принципе, летом тоже не так сложно одеться. Как я уже сказала, здесь многое решает обувь. Обувь на каблуках всегда выглядит нарядно. А платье здесь, ну, оно просто длинное. Длинное платье выглядит наряднее, конечно, чем нидия. А так, мне кажется, это простое хлопковое платье. Там вот еще нарядный воротник. И опять я сейчас слышу, это не москвичка, это приезжие москвички не фотографируются. Слушайте, ну, сейчас у молодежи в порядке иметь сексети и там себя выкладывать. Поэтому они фотографируются гораздо чаще, чем мы с вами. Ну, а иначе ради чего изобретать телефон с камерой. Я надеюсь, вы обращаете внимание и на людей, случайно попавших в кадр. Они тоже заслуживают внимания. Ну, а это уже привычная нам формула. Длинная шелковая юбка, жакет, он же пиджак, как бы с мужского плеча. Конечно, уже это немного избито, но все равно очень хорошо и элегантно смотрится. А это, я так понимаю, комбинезон. И даже интересно, за что сейчас зацепятся люди, которым вечно все не нравится, и которые сравнивают наш с итальянским. Типа у нас шиколоска не хватает. Мне кажется, вот шиколоска здесь полно. Ну, может быть, за это можно зацепиться. Но, знаете, парень и не в театр идет. А здесь это халат, он же кафта. Он же, напомните мне, как это еще называется, по-прежнему, я считаю, что это эффектно выглядит. Жаль, что мы не видим, что там под ним. Вполне может быть, платье в бельевом стиле. Но я думаю, что найдутся те, кто скажет, что не гоже в ночнушке и в халате сходить в театр. А это, я думаю, что понравится всем. Вот этот брючный костюм, серый с жилетом. Элегантно, уместно везде, и в театр, и на работу. Вот здесь прям вечернее платье. Ну, красиво, что уж тут. И хорошо, что есть куда его выгулить. Заметила, что многие ходят с семьями и многие с мамами. Еще одни нарядные подружки идут в театр. Ну и, конечно же, фоточки. Контент, знаете, сам себя не сделает. А поход в театр – это отличный инфоповод. О, а вот наш фалат идет. А под ним совершенно не бельевой стиль. А напротив – корсетное платье. Не очень хорошо, к сожалению. Можно рассмотреть черное на камеру. Ну, у девушки либо платье с какой-то асимметричной драпировкой, а, скорее всего, юбка с топом и топом асимметричной драпировки. А здесь у нас просто платье в стиле арт-деко. Арт-деко, для тех, кто не в курсе, это вот это. И это такой стиль Гэтсби в те времена. Вот, прям очень похоже. Кстати, много платья в этом стиле есть на Алиэкспресс. Вдруг вам понадобится. А здесь, я думаю, тоже комментарии излишни. Все прекрасно видно. Все-таки Макси – это нарядно. Представьте, эта юбка была бы длиной по коленочку. Совершенно был бы другой коленкор. Ну, и уже традиционно перемещаемся на Патриарши. И блогеры у нас не только девушки. Молодые люди тоже этим страдают. Давай, давай, еще разок. Пройдись красиво. Дай посмотрю, что ж там получилось. Все, парень, беги. Сейчас тебе достанется на орехи. Здесь мне нравится все. Просто, в то же время модно, стильно, со вкусом. Я сама могла бы так одеться с удовольствием, особенно, как девушка в шортах. Я думаю, что такое мы могли бы увидеть в любой стране мира. В Италии, в Франции. Вот в таком платье. Ну, возможно, это российское. У нас много секса. С другой стороны, почему нет, можем себе позволить. И здесь тоже можем себе позволить. Многие стройные. Но тогда их показывать, как не в молодости. Здесь белое с черным. Тонкий черный ремешок, черная сумка, черные басанушки. Все тщательно подобрано и все со всем сочетается. Мне, кстати, кажется, что девушка предыдущего это какое-то медийное лицо. Хотя сейчас все девушки в Инстаграме, мне кажется, очень друг на друга похожи. Есть даже мем про жен футболистов. Если где-то собралась компания футболистов с женами, а ты вышел в туалет, то можешь потом прийти и не найти свою жену. Ибо они все друг на друга похожи. Смотрите, какой парень высокий. Мне кажется, если он станет ровно, то девушке придется запрокидывать голову. Модный, но, конечно, неоднозначный для многих комплект. Здесь рубашка такая струящая, со временем, шелковая. Это из очень тонкого хлопка. И такие бесформенные. Даже шароварами джинсы. Интересно, как у нас ждет такой тренд. Прям тростиночка. Девушка тростиночка. И, кстати, я заметила у многих вот такую вот обувь. Балетки в стиле Мэри Джейн. Еще одна вполне себе гармоничная пара. Вообще, вот такие вот принты. Я так понимаю, что это что-то отсыл к зебре. Звериные принты. Они всегда смотрятся эффектно. И последний модный полупрозрачный костюм в ромашках. Полупрозрачность сейчас такой тренд. Вот такой получился у меня стрит-стал. Я надеюсь, вам понравилось. До новых радостных встреч. Всем пока.